Добрый день! Компания OEMZAP. К нам сегодня приехал автомобиль Hyundai Grand Starks. Этот автомобиль 2012 года. Двигатель D4CB Euro5. Напоминаю, система топливная на европятых автомобилях Delphi. Какая проблема? Проблема потеря мощности при первом запуске автомобиля и в начале движения, то есть идет потеря мощности. Сделали компьютерную диагностику на этом автомобиле. Диагностика показала неправильная работа клапана EGR, то есть недостаточный поток респиркуляции выхлопных газов. Что мы будем делать? В данный момент мы сейчас снимем трубку EGR, которая идет на впуск. Мы такую же работу проделывали, но это будет именно конкретно работа по устранению экологических норм этого автомобиля. То есть будем глушить трубку, будем глушить сам клапан EGR, механически будем удалять сажевый фильтр механический. И после этого всего будет компьютерная перепрошивка автомобиля. То есть будет меняться программное обеспечение, то есть переводится автомобиль на экологические нормы Euro3. И как бы после этого проблемы устраняются. Для чего это нужно? Для того, чтобы автомобиль лучше двигался, лучше дышал, чтобы был меньше расход топлива и чтобы не было этой проблемы с плохим запуском и потерей мощности при первом запуске автомобиля. Приступим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый день! С вами компания OMZAP. Для тех, кто проживает в немосковском регионе и не имеет возможности привезти к нам свой автомобильно-профессиональный ремонт двигателя, можете прислать транспортной компании снятый силовой агрегат. Вы оплачиваете доставку до Москвы, а мы отправляем вам отремонтированный двигатель за свой счет. Двигатель к отправке готов. Также мы пришлем полный видеообзор дефектовки и ремонт вашего двигателя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, как вы уже видели, через EGR мы заглушили, поставили две заглушечки, ну, как бы заглушку одну, а вторую трубку завальцевали, как и в прошлом видео, мы вальцуем для того, чтобы туда масло не попадало. Сейчас мы что сделали? Мы сняли сажевый фильтр. Вот его содержимое, вы видите. Было пару снимков крупным планом, вы посмотрите. Там у нас прям видно, что... Сейчас, наверное, уже не найду эти кусочки, как... Он внутри прям расплавился от высокой температуры, от полученного количества топлива, ну, прям аж плавился. А вот, в принципе, кусочек, что тут видно. Вот. Теперь здесь у нас чисто. Ничего не будет мешать прохождению выхлопных газов. Что нам осталось? Нам осталось удалить катализатор, чтобы он тоже не мешал. Как бы от него уже толку особо никакого. И, скорее всего, по состоянию он будет внутри, думаю, намного даже хуже. Не то, что не лучше, а хуже, чем сажевый фильтр, потому что он стоит ближе к выпускному коллектору. Вот. И, в принципе, все. Останется перепрошить блок управления двигателем. И еще клиент попросил проверить работу системы кондиционирования. То есть отсутствует хладагент. Где-то он, видимо, травит. Где-то он, куда-то он уходит. Мы что сделаем? Мы заправим, частично сделаем заправку фреоном. И, получается, что просветим его ультрах... А, ну, фреон заправим мы с маркером и просветим его фиолетом. Ну что, все работы мы выполнили. Ну, осталось только заправить кондиционер. Сейчас нам что нужно сделать? Запустить автомобиль и проверить, все ли работает нормально. И не будет ли никаких проблем по перепрошивке выскакивать. Как мы видим, двигатель работает ровно. Все хорошо. Сейчас попробуем погазовать. И провалы, которые были при запуске автомобиля, после долгой стоянки, тоже ушли. Он у нас как бы висел на подъемнике часа четыре и перед этим тоже стоял. Провалов нет, газует хорошо. Ну что, система у нас заполнилась полностью. Маркер мы залили вместе с маслом. Что теперь нужно сделать? Теперь нужно завести автомобиль, включить кондиционер для проверки давления. То есть, какое высокое давление, какое низкое давление. То есть, как качает компрессор, как работает система, холодить ли система вообще, проверить на работоспособность. И после этого мы просветим ультрафиолетом все соединения, проверим, есть ли где-то утечка. Компрессор мы включили. В принципе, как мы видим, давление есть. Компрессор, значит, качает, включает. Компрессор тоже охолождаются. Компрессор работает. Будем проверять дальше. Так, это у нас специальная ультрафиолетовая лампа. Вот. И специальные очки для нее. Мы теперь будем проходиться по всем соединениям и смотреть, есть ли где-то утечка. Сверху ничего нет. Сейчас поднимем автомобиль, посмотрим снизу. Вот мы ее и нашли, нашу проблему. А тут вот прям на стыке задней крышки компрессора висит капелька. Открыл она. Ну что, все запланированные работы мы выполнили. Заглушили EGR, удалили сажевый фильтр, удалили катализатор. Грубо говоря, сделали откат этого автомобиля на токсичность Euro 3. Вот. Ну, что для него будет гораздо лучше. То есть, будет лучше тяга. Будет меньше засоряться впускная и выпускная системы. Это также приводит к экономии топлива. Уменьшается расход топлива. Вот. Также мы перепрошили блоки управления двигателем для того, чтобы все это работало, как должно работать. И проверили кондиционер. То есть, выяснили, что компрессор нужно заменить. В принципе, спасибо за то, что смотрите наше видео. Подписывайтесь на наш канал ОМЗАП. И ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо. Спасибо.